Ребята хотят исполнить и поехать по трассе, которая там сейчас нельзя, типа ездить. Все взяли на руки и, в результате, нам простили. Смотрите, тут ботинки везде, калошки какие-то висят. Как будто на даче у кого-то сидишь. Спусти меня, пожалуйста. Ты все потратила, что ли? Это Роме деньги надо было отдать. Посмотри на свое лицо. Помните, я в Лас-Вегасе все время набирал целые тарелки себе такого? Ребята, я решил продать свой крузак. Наверное, на них здесь охота запрещена, поэтому их очень много развелось. Можно мини-вибратор в туалете купить. 74 бакса мы должны были заплатить. Сейчас здесь такие конфликты возникают, все рут друг на друга. Мне страшно за Роме. В общем, новогодняя ночь здесь стоила 500 евро на 4, а так стоит до 11 евро, то есть почти в два раза дешевле получать. Все равно, конечно, здесь там дорогие. Смотри, машину откапывает. А вот тут еще две номер рубля. А это парковка. Ром, выйди с ними, скажи, вы выезжаете, мы подождем, пока откопаетесь. Синочек маленький какой. Очень милый отель, прям вообще. Прям в таком вагоне, вообще. Не зря мы поехали, да? Отель реально классный, как шале, да? Деревяненькое все. Деревяненькое все, я б***ю, у вас номер. Настя, Настя, иди сюда. Вы что-то недооценили, по-моему. Блин, как красиво. Ванна, это же просто моя мечта. Пошлите в спару. На улице снег, а мы в банке греемся. Три ночи здесь стоят 1200 долларов, то есть 400 долларов за ночь. Самое крутое, что здесь напротив прям трассы горнолыжные. Здесь можно сохранять лыжи, их специально сушат и так далее. Да, и специальная комната. Все почему-то едут в три долины. Вот мы сегодня пойдем изучать и расскажем вам, что здесь такого крутого. Здесь рядом курорт Куршавель. Все едут почему-то сюда, все знакомы, все говорят, что Шамания такое. Шамания это для аристократов, для европейцев. Они уже 10 лет туда ездят. Ребят, смотрите, какая жесть. Такой погоды местные жители не помнят. Кошмар какой-то. Ну ладно, как такое бывает? Ну вот немножко царапины остались. Сюда эта херня, ты помнишь мятина какая была вчера? Ну да. Ребята, Opel самовосстанавливающаяся машина. Рома вчера в сугроб въехал со всей дури. И была вмятина такая глубокая. А сегодня она выпрямилась. Лавины взрывают, слышно как взрывы идут. Ребят, я решил продать свой крузак. Вот. И все деньги, которые я получу, я попытаюсь инвестировать в 10 ICO-проектов и посмотрю, что из этого получится. В итоге буду продавать скорее всего тоже за крипто. В общем, я ссылочку оставлю на телеграм-канал, где будет проходить так называемый аукцион. В общем, кому интересно купить мою тачку, переходите по ссылке. Ребята, у меня классная тачка, я за ней ухожу. Она ездит, как Миша говорит, только из салона в красоты, в салон красоты. На тюнинге всякие. Она вся в сантаковской пленке. Все днище недавно обработали. В ТО все вовремя. Она все время стоит в гараже, за который я плачу 20 000 рублей в месяц. И есть все видео, что я с этой машиной когда-либо делал. Не машина, а подарок. Я не знаю. Масло поменял, свечи и поехал. Трассы закрыты. В том числе и обычная дорога, и каталки. Мы не знаем, как нам ехать. Нам нужно переезжать отсюда. Я, короче, вышел на улицу. Наша машина. Сугроб. Просто с ног до головы, в общем. И я не перечасываю. Откапываю тачку, короче. Что за фигня, чувак? А, окей. И как ты откапал? Руками? Как? Ну я начал руками ее чистить. Потом вижу, что этот чувак с лопатами. Да, лопата мне. Он подвигает, мы начали вместе откапывать. И я уже есть. Просто сейчас по крышке пойдем с лопатами. Санек, в общем, выезжает. Да, посадил на пузо. Надо откапывать. О, Санечка, красава! Еее! Так, что, какие планы? Нас выселяют завтра из отеля. Что будем делать? У меня планы просто ждать вас, как верный пес в отеле. Меня даже не обламывает ждать вас в отеле. Во-первых, это очень... Это, знаешь, если ты хочешь в жаркой стране отдохнуть и кайфануть, это Мальдивы. Если ты хочешь в зиме, в сказке. Это Альпа. Это вот в Альпы. Это просто волшебно. И я реально отдохнула. То есть я отдыхаю. Вот мы когда вернемся в город, мы поймем, как вот этого будет не хватать. Вот этих сугробов. А я уже это понимаю. Да, потому что и второй момент, то что в городе постоянно езда, куда-то надо ехать, звонки. Постоянно ты все время занят, в хастле находишься. Как говорит Рома, ты находишься в хастле и ждешь новые дропы. Я думаю, подписчики кто в теме поймут. Ребята, всем доброе утро. Наконец-то кончился дождь. Мы сегодня поедем кататься. Поедем на этом поезде вот в ту самую гору. Здесь, кстати, очень классная трасса. Есть зеленая трасса, которая длится 7,5 километров. Если быстро едете, за 12 минут съездите. Если спокойно, то можно около часа ехать. BMW в цепях. Практически у всех цепь стоит. Потому что мы проживаем в Эля-Таверне, нам дали 20% русских. Да, еще можно взять лыжи, если у вас сопрут, страховку. Лайфхак. Как сделать так, чтобы ваши лыжи не сорвали? Берете, меняете их с партнерами, и он их ставит в одну сторону, а вы ставите лыжи совершенно в другую, чтобы человек, когда захочет украсть, он посмотрит две разные лыжи и поймет, что ему это не надо. Сейчас здесь такие конфликты возникают, у некоторых ски-пассы не срабатывают, все орут друг на друга. Как в России, в общем. Ничего нового. У меня в метро. Мы в горе. Здесь очень много трасс, есть тусовые места, кстати, где играет музыка, диджей и все дела. В общем, ребят, зеленые трассы здесь на самом деле далеко не зеленые, как минимум синие, еще из-за плохой видимости. Шамани намного круче, мне больше понравилось. Хотя здесь более тусовая, здесь много всяких ресторанов. Стась, как тебе зеленая горка? Офигенно, нифига не видно скорости, не чувствуешь, просто ледешь с закрытыми глазами. Ну что, поехали потихоньку дальше, сейчас Кириллчик к нам приедет. Смотрите, какая красотинь. Мы сейчас поедем по этой зеленой трассе. Вообще, конечно, когда солнце совершенно по-другому горы воспринимает. Сразу хочется здесь подольше потусить. Приехали на чекпоинт, нужно обязательно сохраниться. Выпить по Глинтвейну или по пиву. Конечно, мы едем на тусовочку. Смотрите, какая красота. Народ танцует на столах, все колбасится. Это, конечно, обалдеть, как круто. Народу вообще похер, никто не катается. Все танцуют и пикают. Туалет платный, пол евро стоит. Но если вы покупаете напиток, вам дают шарик, такую бусинку, и вы можете бесплатно сходить. Закончили мы катание в Вальдезире. Но вид шикарный, природа, все для того, чтобы классно отдохнуть. 90 евро с человека стоит покататься вместе с снаряжением и с подъемниками на целый день. Лучший отель пока. Хотя это 3 звезды, но на самом деле все 4 можно спокойно дать, даже может быть 5 звезд. Здесь нет бассейна, единственное минус. Представляете, нас будили на завтрак, то есть звонили. Без 15.10 и говорят, ребята, у нас 15 минут, сейчас завтрак заканчивается, приходите. И мы ели до 11 сидели, никто нас не выгонял, все время приносили. Короче, очень крутой отель. Нам ничего не платили за рекламу, просто такие вещи надо пиарить бесплатно. Смотрите, что у них есть, хот-доги. Итальянский какой-то вот это. Вообще безвкусные и невкусные. 4 звездочки, сейчас заценим. Дорогу, конечно, убило, просто пока доехали. Бонжур. Давай, открывай халупу. Попроще, чем предыдущий, конечно, да? Да, но все равно хороший. Ну нормально, да. С балкончиком. Слушай, нормально. Шалешечка. Слушай, прикольно, мне нравится здесь. Доброе альпийское утро. Смотрите, какая красота. В Шамани есть казино, но мы сюда еще ни разу не ходили. И очень много баранов горных. Или козлов, я не знаю как правильно. То есть постоянно видно, что на горах кто-то кушает и прыгает. Похоже очень на козлят. Наверное, на них здесь охота запрещена, поэтому их очень много развелось. Вот практически самый центр Шамани. Днем здесь очень мало людей, потому что все в горах катаются на лыжах. Но, на мой взгляд, оптимально приезжать все-таки на выходные сюда. Прилетаете в пятницу, в субботу воскресенье катаете, в понедельник вылетаете. Это оптимальный отдых. Атмосферное местечко, красиво, уютно, классно приехать с семьей. Крутая погода, поехали кататься. Опять? Да, надо кататься так, чтобы ты просто уже ненавидел этих людей. Едем опять катать. Я уже понимаю, что вас задолбало смотреть, как мы катаемся. Но что здесь еще делать? Начинается с вина. Кассарон называется Ля Берджире. В общем, пока это самое вкусное, что мы ели за все время. Может быть из-за того, что мы в горах едим, я не знаю. Можно в такой атмосфере едить еду? То есть, вот мы в Грузии, помнишь у Давида когда-то? Просто горный воздух, свежий. Да, Давид, если нас смотришь за тебя. Давид, привет тебя. Просто один из лучших ответов. За тебя, брат, да. Давай, Сань. И Олегу Шумака тоже привет. Олегу Шумака привет. Вот вы друзья с Давидом, и мы оба классные люди. А Наташа мы передаем привет? И Наташа, конечно. За ребят. Я думаю, они будут рады увидеться. Лобстер с коньяка. А, из коньяка. По-моему, виски соус. Мне принесли антикот с Дорблю. Но ты уже жалеешь, что лобстера не взял? Нет, я не жалею. Я хотел мяса. В общем, ребята, это самый вкусный лобстер, которого я ел когда-либо. Он перебил просто кубинского лобстера на раз-два. Приятного аппетита всем. Ребята хотят исполнить и поехать по трассе, которая... Там сейчас нельзя, типа ездить. Я не боюсь. Мне страшно за Рому. Ладно, парни, что, благословляю вас. Давай, Санек, смотри на сервизу. Рома, смотри, мы бы тебя на такую хуйню привезли. Страшно, да? А я одна ездила здесь. Тебе страшно? Во чем там будем? И мне не страшно. Давай пять. Ты говоришь. Красиво, да? А посмотри назад, Даня. Посмотри сюда вот. Посмотри, как красиво. Там папа давай катится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ром, ты что без лыж? Ну как? Круто, как муля. Трасса местами была завалена лавинами. Нам приходилось снимать лыжи, прямо идти, перебираться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прости меня, пожалуйста. Сколько денег? Я не знаю, какой хрен ты додумался меня со своим кошельком отпустить. Снимай свое лицо. Ты все потратила, что ли? Вообще-то Роме надо было дать деньги. Саша, просто я очнулась когда-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это шутка? Вторыми деньги надо было отдать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотри на свое лицо. Надо снимать твое лицо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь будет анбоксинг из маниров. Я, конечно же, купила швейцарский шоколад. Что? Во Франции. Ну, мы находимся на пересечении Франции, Италии, Швейцарии. Здесь продается швейцарский шоколад. Это я купила наше любимое лакомство. Че это? Вот. Называется макарони. Саша любит ванильку и фисташку. Здесь есть очень классная лавка, где продают по одному евро. Они очень большие. Дальше я купила тебе. Ура! Смотри, какой ты живешь такие. Ну, я себе еще купила одну футболку, если ты не против. Вот такую. Красивая, да? Как я люблю кислотную футболку. Здесь сейчас все просто лягут, у кого есть дети. Потому что я купила двум своим зайкам и племяшкам. Посмотри, вот это. Это просто ручная работа, лама натуральная. И солнышко, дождик. То есть ты когда детям показываешь, где солнышко он показывает? Где есть солнышко? Ребята, мы пришли в классный ресторан. Он сделан в старом стиле. Смотрите, тут ботинки везде, колошки какие-то везде от колокола. Как будто на даче у кого-то сидит. Вот я сейчас не пожалел, что я заказал то, что и Настя. Помните, я в Лас-Вегасе все время набирал целую тарелку себе такого? А я помню, как я маленькая это пришла. Это очень вкусно. А, у нее еще больше. Ну, вот это мягкое. О, да? Это уже наиболее. Это идеально. Все, ребят, приятного аппетита. Пора нам домой. Подвигаемся по темойку в сторону Женевы. Как настроение, Ром? Настроение отлично. Как же нам сильно повезло с погодой. Посмотри, мы уезжаем, все растаяло, елки стали зеленые. А ты помнишь, как мы по колено в воде лазили? Два раза мы всего лазили, когда после долгого снегопада. Ром, давай заключение. Где больше всего понравилось? По каталке мне больше всего понравилось за это время кататься в Айдезире и в Лизушу. Мы вот ездили как-то. Потому что самое классное, это то, что можно спуститься до первого подъемника на любом уровне сложности. То есть, если в Бреванта мы можем только по черной спуститься, в... Только профессионала. Только профессионала, да. В Кормайор тоже получается там, ну, синяя, красная идут раз и до самого низа. То здесь любой сложности даже новичок может спуститься до самого первого подъемника. В общем, сдали тачку за 5 секунд. При этом она с повреждениями. Никто даже не заметил, потому что она у нас. Что? Грязная. И морозик нам помог немножко выправить. Ну, такой, пошел. Окей. Окей. До свидания. Тачка супер. Можно мини-вибратор в туалете купить. Презервативы 4 евро. Не вибратор, так операция. Лоукостером билеты стоили 100 евро. Если вы летаете лоукостерами, дешевыми авиалиниями, не забудьте готовы к тому, что у вас будут штрафы. Хорошо, когда у вас нет багажа и вы все заранее делаете. Ребята, сейчас нас обилетят, потому что у нас первое место одно, накуплено на 20 килограмм. А у нас 30 килограмм. Второе у нас две сумки. Третье у нас нет распечатанного посадочного талона. Попадем сейчас на 200-300 евро, как минимум. Ребята, в общем, больше 32 для любой авиакомпании вообще нельзя возить. Музыка Красава, уложился. 15 долларов в килограмм. 15 долларов, да. 15 долларов в килограмм. А у меня перевес здесь или... Это должно быть 23. 150 долларов. 150. Охренеть. Это наш перевес в 4 килограмма оказался. Мы все взяли на руки и, кстати, нам простили. Короче, изи джет, вы крутые. Летайте изи джет. Каждый раз убеждаюсь в том, что можно правила нарушать. И... 74 бакса мы должны были заблудеть. Я вам покажу швейцарскую бизнес-ложу. Ну, то есть, где можно покушать, если у вас есть карта. Скай приорити. Честно говоря, еда не особо разнообразная. Зато есть и венцо красное можно выпить. Чилос, выпить водки, мартини. Садили в места, где запасной выход. Здесь больше всего места. Только меня. Так что я их включу. Есть джет красавца. Напросилась ко мне, его посадили тоже. Хотел один лететь. Не знаю, ну что такое любви стоит. У меня отжал наушники. Это вообще бомба. Это не я отжал, это мои наушники. Это ты у меня отжал вообще. Это мои наушники, она у меня отжал. Они очень крутые, потому что в них в самолете ты не слышишь вообще ничего. В них очень круто спать. И классно слушать фильмы, музыку. То есть вот для перелетов лучше, пока я ничего не встречался. Самая хорошая шумоизоляция из всех, которые я когда-либо пробовал. Просто вот как будто тебе по ушам дали. Ром, что это значит? Я не знаю, плотали. Проверенный багаж типа написано. Такое ощущение, что они его открывали, что я не могу понять. Прикольно? Ну не очень приятно думать о том, что в твоем чемодане кто-то пошарился. И еще, знаешь, вот эта херня липкая, ее блин оттирать задолбаешься потом. Ты расстроен, Ром? Ну мне не бл**ки, чемодан 1000 евро стоит. Конечно, мне неприятно. Хотел взять кардшеринг. У нас второй мой спор, залезем ли мы с большими чемоданами в Ай-3. Я говорю, что нет. Ну, может попробовать. Не, Ром. Ну мы залезем. Тебя, надо доехать. Убираем подголовину. Вот смотри, кажется, система сработала. А вы сядете вдвоем-то, Настя? У нас нету соли. Кто-то ходит в магазин и не покупает соль. В России это нормальная практика сходить за солью. Сейчас посмотрим, насколько в Германии дадут нам соли или нет. Снимание? Не вот так, да. Это очень вкусно. Мы живем здесь. У нас есть немного соли? Соль, да. Соль, да. Нет проблем, нет проблем. Все хорошо. Хорошо. Это достаточно? Да, достаточно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Мое приятное это после поездок вот таких заграничных покушать домашнего куриного супчика с макарончиками. Девчонки молодцы, накормили нас супами. Я уже вторую порцию. Здрасте. Все, Ром, отсняли, выкидываю мусорку. Я первая. Очень смешно. Всем доброе гамбургское утро. Здесь, кстати, мороз, в отличие от Альп. И холодно, как у нас в Москве, только снега нет, все сухо. Мы с Ромой идем брать каршеринг. Каршеринг, чтобы доехать до аэропорта, это намного дешевле, чем брать такси. Поэтому мы идем, ищем тачку. Она где-то здесь запаркована. BMW вот такая у нас будет, смотри. Когда ты ее бронируешь, 15 минут все есть, чтобы до нее дойти, разблокировать, сесть, выгрузить вещи и отправиться куда-нибудь. Круто. Вот так выглядит гамбург в январе. Холодно, чистенько. На деревьях нет листвы. Народ весь на работе. Это школа. Это школа. Прикольно смотреть. Такая аккуратненькая, квадратненькая. Знаете, какое футбольное поле? Чистенькое, красивое. Вылизанное просто. И у Ромы телефон, блин, говно старое отличается. С того, что телефон выключается на холоде, мы не взяли каршеринг. И теперь идем домой. Потеряли кучу времени заказывать такси. В немецком такси играет русская музыка. А мы опаздываем на рейс. Ребята, мы успели. Даже рейс задержали немножко. Летим в Москву. На этом наш выпуск заканчивается. Обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok